Футболистам даже самым знаменитым самовыражение дается нелегко. И не потому, что они не умеют говорить. Просто играть приходится ногами, а то, что они говорят на поле, никому не слышно. И раз голова в этом случае словам не поможет, то пусть она тогда сама все и скажет. Меня зовут Юль Шарапу, это 10 фактов о прическах футболистов. Если на футбольных полях выходцы из Африки и Европы конкурируют на равных, то в битве причесок Африка побеждает. И доказательство любимчик девчонок и предмет пристального внимания фанатов Джон Бой, то есть мальчик Ваня и его хэрстайл. Классический ракет в хайповых рэп-цветах и ничего лишнего. Иван Перешич заводила забияка и забивака из Баварии в цветах родного флага. Да и в Хорватии любой красной шахматной расцветке принято проявлять любыми способами. Интересно, почему Иван не раскрасил остальную голову? Точнее, чего не хватило, терпения или краски? Друзья, все вы смотрели фильм «Форест Гамп» и, конечно, помните, летавшее там время от времени перышко как символ бренности бытия. Так вот, Рикардо Куарежмо из сборной Португалии этот фильм, очевидно, видел и вдохновился. Так перышко, наконец, приземлилось. У Куарежмо каждый сезон по несколько хитовых причесок. Барбер Рикардо в полном порядке, но и здесь он превзошел самого себя. Довольно неуклюже выражение любви к футболу на затылке Зидана, Мухаммеда, Низизу считывается не сразу, но да, это сердце, которое на самом деле мяч. Мысль как будто детская, как и исполнение, но Зидан выступил куда тоньше, чем кажется. Такая же картинка долгое время сопровождала футбольные ролики Пумы. И в том числе знаменитые с поющими британцами под слоганом It's Match Day, It's Valentine's Day. Проще говоря, у Зидана на затылке первый в истории футбола продакт-плейсмент в прическе. Что за медуза Гаргона на голове у Кайла Беккерма на капитана клуба Реал Солтлейд неизвестно ни ко мне. Тем, кто забыл, напоминаю, что эта гадина персонаж из мифов Древней Греции с ядовитыми змеями вместо волос. Она же на логотипе Версачи. Беккерман и правда чем-то похож на Гаргону, хотя его пожелание Барберу, кажется, звучало так. Хочу такие дреды, чтобы казалось, что я никогда не мою голову. Жервини всегда выделялся стилем, а его прически испытывали взлеты и падения в ритме карьеры его орица. Но в какой-то момент Жервини стал обладателем, возможно, самых тонких косичек в мировом футболе и заиграл как в юности. Во многом благодаря именно его стараниям, Код Девуар недавно стал победителем в Кубке Африканских Наций. Это тот случай, когда не прическа красит футболиста, а футболист прическу. Какой бы она ни была. Ну и куда же без Филайни в истории о прическах? Тут просто хочется напомнить, что кроме ставшего фирменным шикарного афро, Муруан как-то пославился и вот таким. Ну а с другой стороны, может не носи Филайни такие косички, не распустились бы после такие локона. Что творится в голове Неймара, не выразить словами, а вот то, что творится на ней, во всяком случае, понятно и видно. То есть видно, но непонятно. Похоже, что и сам Неймар по этому поводу не заморачивается. Просто делает все, что приходит в голову. Ну или наоборот, слишком заморачивается, поэтому всегда получается слегка too much. И он становится поводом для шуток, мемов и троллей. Но с другой стороны, возможно, так и получает инстаграм больше, чем у Месси. Кристиану Роналду тут тоже не могло не быть. Вот уж кто точно всегда заморочен своим внешним видом. Хотелось бы узнать, сколько времени уходит на такую ювелирную работу стилиста с висками. Друзья, ну нельзя не сказать о Лео Месси. Единственное, человеке в этом списке, у которого нет прически. То есть она у него есть, конечно, но у него ничего нет, о чем можно было бы сказать. Да и смотреть не на что, вот как бывает лучший футболист в мире, а стрижется, похоже, на районе. Но может в этом-то и секрет стилей иногда, особенно в футболе, слишком много. Друзья, это были 10 фактов о прическах футболистов. Подписывайтесь на канал.